привет друзьям с вами снова пленочный серж и я в плёсе середина мая самое время для фотографирование пейзажей май это как раз то время года когда еще пыль не опустилась деревья на зелень зелень еще очень такая светлая яркая сочная не все деревья еще распустились и поэтому пространство видно гораздо больше чем уже летом летом уже будет конечно не то и там как правило ну редко кто снимает пейзажи можно уже уезжать совсем северной швроты плюс он как бы еще не север но уже такая типичная среднерусская полоса где очень длинные вечера можно снимать буквально с 4 часов дня до 9 до пол девятого на вот и это такое время очень очень длинная а утром утром не очень утром где-то до наверное 7 8 утра дальше уже солнце поднимается достаточно резко и быстро но и оно заходит и восходит не совсем на востоке и западе кстати это вам для понимания она ходит примерно на северо-востоке восходит и заходит примерно на северо-запад ну я рад вас снова видеть и сразу оговорюсь и сразу буду говорить много 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 дисклеймер сегодняшнее видео это такая большая большая лекция я решил поменять даже формат поскольку очень сложно снимать и рассказывать о том что ты делаешь при этом еще действительно фотографировать я решил как можно меньше снимать точнее я буду снимать как я работаю но я не буду уже говорить в камеру при этом потому что на это просто нет времени значит зачастую бывает так что солнце движется очень быстро или она идет сквозь облака и в эти просветы нужно успевать сделать один или два кадра настроить камеру а здесь очень много достаточно манипуляций с камеры кстати тут она панорамная камера вот и просто мысли даже отвлекать все эти отвлечения на то что надо сказать что то что надо о чем-то рассказать и просто ты упускаешь сюжет упускаешь момент а упустил ну день пропал здесь я уже несколько дней я закончил съемку снимал несколько дней восходы закаты и все прочее все увидите в этом видео это будет новая коллекция о что такой коллекции вообще для чего нужны минуточка рекламы да если вы хотите оформить свой дом свою квартиру авторскими принтами большими качествами то заходите на мой сайт там вы можете выбрать можете я отправлю вам в специальном тубусе по почте по издеку вы можете оформить все это дело в армейской багетной мастерской в принципе могу оформить и я но как правило оформленная работа большого размера ее сложно транспортировать сложно ее куда-то переправлять потому что она становится очень хрупкой принта проще принт скручиваем тубус коробочку и с ним уже ничего не будет а вот уже такая отпечатанная на пинокартоне или ну точнее смонтировать пинокартон или на дебонт или храме вот очень высокий риск повреждения все тем не менее если хотите оформить свой дом квартиру свой офис окружить себя красотой окружить себя положительной энергетикой посмотреть реально что такое настоящая пейзажная фотография пейзажный принт вот то заходите на сайт выбирайте все вот мы продолжаем дальше сегодняшняя такая вот лекция такой формат он будет происходить таким образом я буду толкать мои умные не очень с вашей точки зрения мысли показывать чтобы моя говорящая голова не сильно надоедала я буду вам показывать прогулки видео прогулки видеокадры с видео прогулок по вот этому месту как раз где я снимаю все это дело в настоящее время и обязательно сюда вернусь в осенью говорят здесь будет потрясающе тоже красиво да вот и вот эта вылазка моя здесь это скорее такая пристрелка вот и конечно попытка сделать интересные пейзажи в летнем и позднее весеннем виде потому что если вы так посмотрите даже фотографии плюс а то там или совсем ужас 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 в интернете имею загуглите или обычно осень осень очень редко еще зима это место еще это место еще часто называют такой русской провинциальной швейцарии вот есть какие-то схожие мотивы вот но тем не менее это места который очень одно время облюбовал живописец левитан здесь несколько музеев несколько выставок посвященных можно посмотреть оригиналы можно вдохновиться что принципе я сделал побывал во всех музеях посмотрел на его работы на работу его современников на работу на работы тех пейзажистов которые здесь работали то есть это очень интересно очень полезно полезно посмотреть как какие сюжеты не делают как строят кадр как строить композиции вот какие время суток стараются отображать вот это все очень интересно очень полезно поэтому я очень очень сильно вам рекомендую побывать здесь но помните что вставать надо рано три утра до того что восходы здесь действительно едут 4 солнца поднимается даже раньше 4 вот поэтому успеваете сделать кадры замечаете замечаете заранее точки потому что времени бегать здесь у вас будет вроде город небольшой по ходится на всяких так холма 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 но сегодняшняя лекция на самом деле немножечко о другом она о том зачем снимать зачем так мышцей страдать наверное на пленку пейзаж я расскажу все опять же с своей точки зрения буду делаю несколько дисклеймеров вот первый дисклеймер это то что я не буду говорить обо всей фотографии я буду говорить о пейзажной фотографии на при пейзажная фотография снимаемая на крупный формат крупный формат это крупный панорамный формат я снимаю на панорамный формат я заправляю туда пленку в принципе здесь формат кадра 6 на 17 сантиметров и по площади он примерно уже сад уже очень близок соответствует крупному формату 9 12 4 на 5 дюйм это в принципе я отношу эту панорамную камеру и ее возможности уже крупным форматом ну вот здесь уже используются большие объективы объективы форматом на 18 на 24 сантиметра вот 13 на 18 сантиметров то есть это уже все большое крупное серьезное ну вот поэтому здесь мы будем говорить скорее о крупном формате и может быть это будет даже интересно тем кто работает на среднем формате зачем почему а почему это стоит делать я не буду вас убеждать снимать исключительно пленку ради бога мать и куда телефон вот солнце уже восходит вот сейчас уже правда начало восьмого а вот туристов пока нет и поэтому я записываю здесь на самом таком видовом месте да вот отсюда сюда приходят местные и туристы для того чтобы любоваться закатом закат как раз происходит за моей спиной в это место найдете легко она находится на соборной горе вечером здесь как раз много-много-много-много людей и так я еще один дисклеймер объясню я буду говорить о той фотографии пейзажной фотографии целью которой является отпечаток отпечаток принт большого размера как правило там хотя бы 40 на 50 и выше метр и прочее прочее почему я опять же сужаю все это дело потому что об этом можно говорить вообще фотографии о технике очень очень много чтобы не размазывать все это дело сопли по столу все это немножечко ограничено вот поэтому коснусь именно вот этой области то есть когда фотография у вас целью ее является стать принтом если ваше ловше влечение ваша деятельность связана именно с фотографией которые не покидает интернет то есть все что вы фотографируете вы загружаете вот сюда соцсети инстаграм и прочими вещи и смотрите или пересылаете исключительно в телефоне исключительно рассматривает на экранчике телефон или планшет или еще еще где-то на каком-то электронном носителе в это видео для вас не тратите свое время закрывайте его и продолжаете продолжайте быть счастливыми вот кому то что я буду говорить а у многих особенно фото гуров подорвет пуканы многим будет неприятно слышать неприятно осознавать неприятно понимать это вот но осознание понимание первый шаг к тому чтобы что-то исправить или что-то изменить своей жизни своем творчестве второй еще дисклеймер даже не буду уже говорить второй или третий будет следующий дисклеймер это то что мы будем говорить о художественной фотографии это не коммерческая фотография вы же понимаете что и сегодняшний день цифровая фотография полностью вошла в такие там жанры как рекламная коммерческая спортивная репортажная вот это не та тема это не тема там свадеб репортажей спорта дикой природы там еще каких-то вещей где нужно очень быстро много и с ее уже заранее готовым результатом чтобы получать как можно это все 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 быстрее особенности когда клиент рядом быстренько показал быстренько сняла правил все скорость важно да вот или когда это все снимать каким-то шаблоном он же рекламе поэтому здесь тоже это не об этом это скорее а пути пути тех людей которые стараются чего-то достичь именно с такой своей личной профессиональной стороны еще один дисклеймер это лекция больше о технике о технической стороне я понимаю что многие закричат завопят да профессионал сделает там хороший кадр на любой технике да это все это не важно главное голове как он видит как он может мастерство и прочими что я отвечу вам так чушь собачья ничего профессионал хорошего классного интересного не сделает без хорошего инструмента не сделает и все да он может выкрутиться в какой-то момент выкрутиться сделать что-то на чем чтобы что есть под рукой да он может сделать неплохой результат и клиент будет доволен допустим как коммерческая или еще что-либо но профессионалы профессионал чтобы достигать чего-то достигать каких-то результатов своих и поэтому он всегда будет подбирать именно тот инструмент с которым он может выдать лучший результат более интересный более качественный поэтому о технике нужно говорить да еще один дисклеймер это для тех кто действительно любит фотографию кто исследует эту фотографию исследует эту тему кому интересно а почему и что и как хочет реально сам докопаться до истины просто вокруг всего этой фотографии вообще разведено очень много маркетинга очень много вообще таких таких вещей которые которые не фотографии а деньгах и техника это тоже тут туда относится и техника я имею цифровая и вообще все что происходит все что создается сейчас компания вообще на мой взгляд это больше какая-то какой-то суррогат то есть это вся цифровая техника которая которую нам впихивают со всех сторон канона никомы соник вот все это больше похоже на какой-то не знаю гировой заговор что это или какое-то облапошивание людей именно занимающихся точнее людей которые любят фотографии которые хотят создавать а вот обрисую я вам очень одну такую простую историю с которой возможно столкнулись стал вообще по моим наблюдениям люди люди 99 процентов людей на самом деле никогда не видели пейзажных фотографий что я имею ввиду нет я имею ввиду не то чтобы загуглить полистать на телефончике нет мало кто был на выставке на выставках серьезных пейзажных фотографов таких мировых с мировым именем вот и мало кто видел их авторские принты их печатки реальные настоящие отпечатки не какие-то копии репродукции там какие-то там альбомчики не то вот реальные вот принты размером там метров полтора то то есть какие-то огромные большие набор печатал пейзаж пусть они даже не с таких какие-то сумасшедших сюжет нет может быть что-то очень простое вот но оно невероятное и вот если когда человек занимаясь фотографии бегая с цифровой камерой с цифровыми телефонами фотографируя все кто увидит думая что все шедевр сделал нажал на кнопку увидел челк побежал еще счастлив и вот когда человек вдруг задумывается о том чтобы напечатать то что он снимает на цифру напечатать большого формата печатать там не знаю хотя бы 40 на 50 50 60 сантиметров может чуть больше начинает печатать с этой цифры и вроде находит хорошую лабораторию подбирает хорошую бумагу хороших специалистов и печати выдают результаты он понимает что что-то не так ну какая-то каша какая-то каша в цвете какая-то каша детализации что-то мертвое как будто не знаю что-то техническое пытался это отпечатать да видно лица видно там деревья пейзажи там еще что-ли вот но что-то не то особенно если это не то происходит после того как человек побывает на выставке не знаю ну например гиппенрейтера вадима гиппенрейтера да известного советского фотографа российского поляр конечно он уже давно достаточно ну я разговаривал с ним встречался делал о нем фильм главные выставки видел его работы много с ним общались на эту тему или например на выставке кристофера беркетта она была кстати пару раз москве тоже приезжал и видишь реальные реальные работы реальные пейзажи созданные вот этими старичками вот этими уже вроде немолодыми людьми вот не видишь какую такое качество какого невероятного не это детализации они добиваются цветов вы свечет вот огромные огромные фотографии и просто одни сна сносят минус они будут нереально классные все-таки прямо вот это искусство искусство но там просто наполняет энергетика все сохраняется энергетика детализация там цвета невероятные все переходы и прочее все ну понимаешь что ну хорошо ладно я возможно не такой специалист в композиции я может быть и так хорошо классно выстрою кадр возможно не так там не так поймаю свет но в принципе любому человеку под силу сделать такого качества впечаток его качество print но почему-то это не получается почему-то когда ты видишь выставку у какого-то фотографа который отснял там свои пейзажи истории свои на цифру печатал там 30 40 там были 50 на 60 сантиметров ты смотришь на это все и ты понимаешь насколько все убого насколько это все прямо не знаю воняет цифры это года цифра пейзаж с какими за там я не знаю какая-то каша когда каша в деталях каша в цветах какие-то разогнанные раскрученные цвета это просто все неестественное все потом мультяшное все какое-то перекрученное переверченное что-то как бы вот не то и в этом плане это прямо вздрагиваешь а что а почему по-другому это нельзя и принципе не спасает там думаешь ну ладно хорошо наверное камеры камере наверно надо взять никона взять canon и взять sony другие цвета там другая оптика там все другое но так говорит реклама вот и ты такой думаешь ну наверное это в этом деле да опять переходишь на систему или что снимаешь на что-то другом и вдруг опять все то же самое не даст вам при то не даст вам прид не получится у вас это сделать просто потому что идете не той дорогой но опять же это мое мнение но опять же я не верю я много видел пейзажных таких такие пейзажные работы даже сшивают сшивают некоторые фотографы делают несколько кадров затем сшивается чтобы увеличить детализацию чтобы увеличить еще какие-то эти вещи но сшивка не поможет я сам занимаюсь панорамами виртуальной реальностью поэтому сшиваю тоже очень-очень много не поверьте там другие проблемы о чем поговорим сегодня вот не получится это дело вот почему это все дело не выходит не выходит это из-за того что инструмент у вас слишком ограничены вот казалось бы цифровые камеры современные там с каждого утюга кричат что это лучший диапазон лучшие цвета лучше все на свете там бери покупай и будет тебе счастье так говорят уже не на лет двадцать если вы посмотрите даже на откопаете какую-нибудь действительно средней давности камеру вот увидите на нее обзор такой же ультимативные бескомпромиссные как на современные камеры посмотрите что отснято на эти камеры и как отснято видите что в принципе ничего не меняется качество картинки оно как было какое-то цифровое так оно и стало ну пикселей больше что такое больше пикселей но сейчас samsung и xiaomi делают телефоны там 100 мегапикселей 200 мегапикселей камеры что это помогает это улучшает как можете с такого файла печатать на действительно качественный классный принт сделать в котором не будет вот эта вся цифровая обработка торчать весь этот шарпинг вся эта все эти неестественно раздутые цвета какие-то плоские вон тяшные того так вот а дело не в этом дело в том что камеры цифровые вообще не предназначены для съемки пейзажа по многим причин причина первая сколько бы туда пикселей не совали пейзаж это все это огромное огромное количество деталей реально большое если мы говорим таком классическом пейзаже и деревья где трава где листья где небо где вода где еще что-то еще объект домики там еще чего-либо и все эти объекты еще имеют фактуру и вот эту всю фактуру цифра вообще не передает она ее она интер интерпретирует она ее делает она ее как бы не знаю добавляет что ли то есть она там такие свои сложные процессы в обработке совсем в съеме всяких этих данных с матрицы вообще цифровая камера что такое по сути своих датчик на который пишутся какие-то данные и эти данные вы потом должны что-то с ними делать то если это не пленка первое же отличие того что цифре цифры как правило у вас нет цвета вообще странно да говорю такие ересь наверно там наверно у всех вот агуру наверно там просто подбирает адский ну да вот цифры правой камеры цифровой камеры отсутствует цвет вы должны понимать что это его действительно нету нету как вот как вот вот цепок нету вот есть формат про так называемый формат ро где просто данные опишутся в каждый из каналов синий красный зеленый и дальше вам предлагает производитель открыть программу и накидать какие-то профиля или покрутить какие-то ползуки то есть по сути вам предлагают раскрасить изображение на свой свой на свой на свой вкус понимаете но это же бред по сути своей возьмите тогда научитесь писать картиной пишите как ли там красками но вот то что вы хотите а не раскрашивайте там траву небо и всякие другие объекты если то но так вы это бредят а если вы используете какое-то уже установленные там пресеты ну вот вы получаете тоже ну что-то что-то такое о чем что хотел сделать производитель вот он хотел чтобы ваша ваши фотографии были яркими цветастыми вот он вот он так и тело понимаешь он не думает о каких-то понятиях художественная выразительность как эстетика там какие-то эти вещи тоже камеры рассчитаны не на пользователей каких-то специалистов по искусствоведению по цвету еще что-либо нет они рассчитаны на простых людей которые вот поднял камеру щелкнул взвизнул от удовольствия что она сделала кадр вот и тут же она его тебе так раскрасилась дело ярким цветастым что ты был счастлив и довольна что ты действительно сделал классно при этом не заморачивался не заморачивался ни на экспозицию не на фокус не на вообще ни на что не на цветовые какие-то балансы и вот все сразу раз и щелк и готово все и сюда он быстренько загрузил для того чтобы быстренько лайки получить тебя быстренько похвалили похвалили и тебе создалось впечатление у тебя что ты действительно сделал классный кадр да здорово прямо вау 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 тебе все тут тебе сто пятьсот тысяч лайков подписчиков и прочее прочее то есть это все уходит в какую-то отдельную историю где кучу людей лайкают какую-то хрень вот и не формируют мнение и человек который фотографирует вот эту всю хрень ему кажется что он прав такой так много людей одобрил а а ты попробуй это распечатать повесь посмотреть если через там две-три недели тебя не будут тошнить от этой картинке вот но уже наверно тогда окей вот не только тебя тошнит не стоит то еще и других людей ну вот а если все-таки ты понимаешь что нет это что-то как-то вот не то особенно в сравнении с вышеупомянутыми товарищем и патриэтором беркетом анзелем адамсом вот попробуйте увидеться где-нибудь европе выставку какому-то музею анзеля адамса обязательно сходите то это посмотрите посмотрите что такое настоящая реальная пейзажная фотография не всякие там репродукции не картинки в интернете реальные принты как это все выглядит а вот и поэтому первое с чем с чем сталкивается человек на снимающий пейзажи на цифру это том что цвета нет почему пленка здесь интереснее важно пленка создавалась опять же мы говорим когда мы говорим пленка мы сразу говорим компания кодек баня кодек разрабатывала пленки свои собственные лаборатории не было только подразделения где они работали серьезными профессионалами серьезными людьми работ и они подбирали они работали на стыке технического и эстетического то есть подбиралась вот это все именно вся эта история передачи цвета его воспроизведения именно с точки зрения художественной выразительности одно кстати из одной один из аргументов таких фанатов цифровой фотографии особенно среди форматов оседлада еще кого-либо это в том что ой эта камера классно передает цвета она передает их натуралистично только какие не есть но это тоже чушь собачья потому что ни в одной картине ни одной живописной работе вы не увидите реальных цветов везде это выразительный цвет везде художник передает выразительность никто не старается передать серую хмарь никому это не нужно и когда унылая серая г выдается за то что но это здесь были такие цвета здесь вот все так вот и было такого прямо настроение проточек засуньте это настроение знаете куда ну вот не надо списывать свою свою глупость на то что вот эта камера подают такие вот такие цвета современные камеры так и настроены точнее ну профессиональные стараются сделать чтобы передавать идентичные цвета но с другой целью это нужно для рекламы когда нужно передать точный оттенок помады а теней понимаете туши то есть чтобы вот именно точно точно попасть в цвет именно в один цвет но может быть в два но не для того чтобы сделать пейзаж интересный по цвету какой-то такой художественной выразительностью не для этого это делается делать исключительно в технических целях вообще кстати очень интересная история по поводу тех же вот современных среднеформатных камер типа fuji jfx100 хасильблада вот как вы понимаете что это все в принципе история история товарищи из фуджи и товарищи сони проза компания sony клепает матрицы вы знаете что все цифровые камеры практически кроме канона они строятся все на базе к матриц sony отличие ну дизайн шильдики и обработка цифровая обработка считывания обработки изображений вот все вся разница вот sony сделал технический сенсор технический сенсор дешевый для промышленности вот никаких целей много целей есть на этом электронные микроскопы например вот еще какие-то эти вещи и вот и вот эти вот история с этого сенсора просто у fuji увидела классный сенсор дайте нам мы взяли сделали сделали камеру но как правило fuji jfx100 это одно время была одна и та же компания вот просто где-то 2017-2018 году фасильблад перекупил то есть его купил джиай китайский да то что господа владельцы фасильблада поздравляю с вашей новой китайской камеры вот оптика на мой взгляд ее как делала fuji так в общем-то и делает только меняется там обозначение еще вот но давайте дальше надвигаемся вот эта вся история цифровых камер цифровых вот этих цифровых изображений она не про художественную выразительность она больше про техническую какую-то достоверность техническую рекламу каких-то еще вещей она больше для понтов как мне кажется ну да формат средний чем он поверьте очень сложно отличить качественный фулл-фрейм вот так вот этого среднего формата вот нужно реально там не знаю таблицы снимать и числить вот какие-то эти вещи что действительно это увидеть как какую-то более точности передачи компания типа канона там sony вот они идут по другому пути они стараются оборот сколько реалистично с этой передачи делать 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 немножко такую приукрашивать из-за этого многие ругаются что трава никакая не зеленая такого цвет цвета какие-то кислотные но делается это намеренно опять же говорю камеры создаются не для искусствоведов или художников они создаются для обычного потребителя для вот человека который просто любит фоткать все и купив камеру он ощущается потом чем-то значимым чем-то интересным вот поднял камеру нажал на кнопку все готово что еще не может делать цифра почему еще здесь мы упираемся упираемся в некий такой потолок про цвет я уже сказал до цвета нет пленки все по-другому пленка создавалось именно все пленки создавались для того чтобы получать именно цветное изображение такую с художественной выразительностью на это тратилось кстати огромное количество деньги эти исследования отнесли много десятых лет и вообще вся история пленки это 100-150 лет вот цифровые производители цифровых камер такие исследования никогда не вели и не ведут им это вообще нафиг не сложно там делают типа похожие персеты под пленочку и все многие режиссеры кристофер ноула например снимает там опенгеймер бенгерк интерстеллар вот зайдите как-нибудь ваймакс посмотрите что такое пленочное изображение на большом экране они снимают дали знать именно на плёс и именно это им было важно потому что именно пленка передает энергетику эстетику всю эту выразительность хотя от цифровых камер как вы знаете в кино много качественно дорого все работают но даже сейчас снимая на цифру часто сцены делают дублируют на пленку для чего чтобы перенести колористику с пленки то есть посмотреть на эту цветовую модель и перенести ее именно на цифру такой прием тоже часто используют такой подогнать изображение по эстетике именно к пленке поэтому не надо думать что пленка это просто что-то нечто архаичное устаревшее нет это труд огромного количества людей исследователей ученых художников искусствоведов то есть это это реально очень очень большая область вот которая еще пока по тем возможностям которые она дает она пока не достижима для цифры поэтому снимать пейзаж пейзажа нужно действительно на пленку все вы знаете что такое крок-фактор правда и наверное сделав кадр на телефончик и сделав кадр допустим на цифровую камеру открыт даже на компьютере вы сразу увидите что это разные вещи ну ладно оставим телефон в покое давайте вспомним такую замечательную систему как микро 4 3 помните да моносоник лимпус до сих пор есть много фанатов много людей используют так вот да я ничего не говорю плохо про эту систему в своей области она действительно очень интересно очень очень важно и полезно или я бы тоже предпочел ему например военный репортаж военный репортаж где вы реально в окопе сидите вот вам большая камера там не нужна поверьте вас быстренько вычислят и быстренько вас делают неживым фотографом знаете стартные камеры форматом кадра 24 миллиметра на 36 миллиметров canon sony nikon ежесниме вот и в сравнении с микро 4 3 как вы знаете там crop 2 то есть изображение в два раза больше и уже одно это при сравнении этих двух картинок даже если у них одинаковое количество пикселей даже если пикселей микро 4 3 больше чем full frame мы все замечаем что кадр а другой особенно широком угле мы видим и детализацию мы видим геометрию мы видим все другое абсолютно другое вот так вот что касается крупного формата и панорамного формата и мне покажу вам кассету кадр вот это кадр этот кадр вот здесь 17 сантиметров ну примерно 17 на самом деле 168 миллиметров и здесь 6 сантиметров так и называется поэтому 6 на 17 но здесь на самом деле тоже не ровно изображение изображение в 6 сантиметров она где-то 56 миллиметров ну так вот этот кадр в кропе если мы считаем кропами по сравнению с full frame а он имеет кроп то есть вы понимаете что full frame меньше он где-то вот так усилий так вот это кроп 11 понимаете 11 если формат больше там 13 на 18 впрочем там еще больше фару больше кроп понимаете в чем еще разница вот эта вся панорама который мы делаем она создается не только широкоугольным широкоугольным объективом нет здесь объектив широкоугольный это 90 миллиметров она создается площади вот этого кадра понимаете площадь вот такой он больше в 11 раз кроп 11 понимаете то есть я даже не знаю аналогов не могу в цифре произвести потому что ну какая цифра что может по крупу по геометрии каким-то образом соперничать да ничего не может соперничать что вы вы можете поставить конечно угольный объектив на время или на среднем формате вы просто получите искаженное изображение все вы конечно можете попытаться сшить модная тема сшивки но как вы сошьете если облака движутся вам нужно на вам нужно поймать абсолютно точнее снимать абсолютно неподвижные объекты море вы не можете снимать движущиеся облака вы не можете снимать шевеляющиеся там листья деревьев которые будут часу легкий легкий ветерок но все равно они движутся они движутся и у вас будут все равно вот эти границы в эти каждый листочек вы просто не сошьете а вас это не выйдет да вот поэтому у вас будут всегда артефакты более того некоторые говорят ну цвет замечательный цвет кстати цвет прямо из камеры jpeg так называем когда говорят люди что мы покупаем камеру за 3 миллиона с оптикой чтобы снимать jpeg я начинаю сомневаться в их душевном здоровье потому что во первых jpeg это 8-битный файл каким образом вы на 8-битном файле будете печатать и отрабатывать вот это небо она же вас бандингом пойдет бандинг это вот такая вот штука когда у вас просто в пиксельную пиксельный градиент уходит все однородные фактуры имеющие какие какой-то переход поэтому съемка только вот только в 16 и 14 только в дешатый какие-то форматы вот да можете сказать вас чего чувак вот чем ты говоришь ты же сканируешь сканируешь ты же перевозит а в цифру ты же переводишь это все дело в цифровое изображение да еще и печатаешь фактически вот с правой машины да и в принципе это один из таких аргументов но чисто теоретически на практике сканирование негатива сканирование пленки получение этого файла это не то же самое что снимать это на цифре поверьте там это это абсолютно другая это абсолютно другой цвет это первых сохраняется он цвета он сохраняется сохраняется именно пленочный цвет абсолютно пленочный цвет сохраняется вся детализация детализация примерно с этого кадра я сканирую не в самом высоком разрешении и в самом высоком размере сканирую где-то 4800 мог бы 6 6400 дпи сканировать но он уже там вылезает в 350 миллионов пикселей то есть изображение достаточно высокая по разрешению все 350 миллионов пикселей это много мне не нужно на пленке сниматься обработкой изображений это очень важно то есть я занимаюсь фотографии я снимаю а цвете думает пленка не я не берусь вообще вот вот эти вот вещи раскрашивать чем многие говорят а я это чистый джипега делаю не делаю не работаю с ралом и разгоняя цвета они делали еще что чего так люди говорят они просто не умеют это делать и по большому счету я вам так скажу это никто не видит чтобы только уметь делать чтобы уметь раскрашивать картинки нужно или иметь огромный огромный талант просто не знаю гений или потратить на это не знаю 20-30 лет жизни чтобы вот уметь раскрашивать все эти вот листочки лепесточки там травку воду небо облака и прочее прочее это вы не сделаете вот этот все безумие по свету безумие по свету когда вот это все закатное это все отражается кайта все там с каким-то невероятным переходом никогда это не повторить фотографии народ и поэтому это бессмысленно вам бессмысленно заниматься рассорозу краской вы будете сделаете конечно но это сделаете очень такими топорными вариантами все это будет смотреться конечно убогий возможно вам понравится возможно понравится вашим родственникам знакомым вашим друзьям там все будут уолла фэдглавдошу ай вот классно классно молодец замечательно но себя то вы не обманете и даже если вы поначалу обманете себя вы не со временем вы поймете что это что-то не то вам это перестает перестанет нравиться вам перестанет нравиться эти цвета то что вы там натворили представить нравится вот это все поэтому смысл себя обманывать лучше двигаться сразу туда где уже этот вопрос закрыт этот вопрос уже решили за вас решили серьезные люди гораздо умнее вас гораздо профессиональнее вас и ни один человек и ни один год и потратив на это огромное количество еще одна очень вещь а важно это объективы объективы на пленочной форматной камере выглядят вот так по сути своей это совершенно другие объективы они имеют другую форму количество линз спереди и сзади это составной объектив он из двух частей состоит одинаково есть очень простая схема смысл в чем луч света проходящий вот так под углом выходит точно так же он не гуляет там внутри как в обычном объектив то есть фактически весь свет вы забираете именно именно таким как он есть то есть вошел вышел вошел вышел все он не преломляется не искажается ничего не делается поэтому вас нет таких артефактов как зайцев как каких-то таких вот засветов пересветов то есть у вас абсолютно четкая четкое такое вот прохождение света и поэтому вы отображаете это все дело именно именно правильно это еще один еще один аргумент и еще один нюанс и момент что объективы на крупный форматом они совершенно другие по конструктиву более того мы еще одну вещь не сказали хотя она больше из области а скорее эстетики это то что он существует рисующие объективы существует технические объективы как правило рисующие объективы объективы с выраженным этим до художественным рисунком этими вещами очень сильно увлекались конечно немцы поэтому объективы карл цейса объективы родоншток объективы шнайдер в основном они разрабатывались именно с целью передачи какой-то художественной эстетики пластичности пластичности портретов пластичности пейзар у японцев такого нет японцы всегда были заточены именно под техническую резкость да вы получаете какую-то техническую резкость разрешения вот но вот этих плавных переходов из резкости в нерезкости а вот в эту всю пластику там все отсутствует и это сказывается сказывается когда вы подходите к тому чтобы напечатать фотографию напечатать ее именно большого формата сразу видно сразу видим рисунок оптики и это уже не исправить ничем ничем вы это не исправите да это можно при съемке как-то подобрать ракурс как бы подобрать свет как-то и как то что honor ч у тебя но это будет из разряда выкручивания вы будете все время выкручиваться вообще кстати эта вот тема когда я снимать и на что угодно снимать и как угодно все это ничего не влияет все влияет исключительно на мастерство фотографа. Да, мастерство фотографа важно, но не имея правильного грамотного инструмента, вы не будете достигать того, что вы хотите. Возьмите такого фотографа из ныне живущих хотя бы, это Паоло Роверси. Паоло Роверси, да, правильно я надеюсь произношу его. Посмотрите, чем он работает. Посмотрите, как он работает. Очень много видео в интернете с его съемок, с его комментариями за кадром. Обратите внимание, он работает большим форматом. Он работает именно большим форматом. Да, возможно, он какую-то рекламу снимает на цифру. Уверен, что какие-то вещи нужно по-быстрому снять, показать. Он снимает со мной. Основные его проекты, вся его работа делается на крупный формат, как вы видели, да, и на крупную пленку. Он показывает, рассказывает, что надо делать, как надо снимать. Да, он портретный фотограф, пейзажный фотограф, но, в принципе, он абсолютно прав. Прав в том, что как это все работает, как добиваться именно настоячности, вот этой живости, вот этой выразительности, пластичности, вот этой всем тем. Потому что современные цифровые камеры, это как цифровые микроскопы. Да, увеличивается разрешение, вы видите еще больше прыщей на лице, но картинки-то нет. Она-то не получается лучше, она не получается пластичнее. В чем тогда без дела? Ну, кажется, ну, это, наверное, руки хватоков, а кривые. Ну, может быть и кривые. Но задумывайтесь, что инструмент, инструмент важен. Нельзя так вот легко и просто от этого, не знаю, этим пренебрегать. Ни в коем случае. Да, многих останавливает финансовый вопрос. Но, поверьте, если у вас цель делать, создавать, финансовый вопрос рано или поздно решается. Цифра. Да, в свое время я подумывал, ну, да, наверное, нужно в средний формат переходить, работать. У меня был цифровой формат, классиклад, сценар, работал, создавал. Но я уперся, опять же, в то, чтобы получить реальный результат, вот тот, на который я рассчитываю. Мне действительно можно, да, несколько десятков лет, наверное, то, чтобы работать реально с большими 16-битными RAW файлами, сырыми, чтобы из них что-то вытянуть и сделать это естественными какими-то цветами. Опять же, мы говорим, когда говорим естественными, естественными, это не значит, что идентичными. Это значит, что выразительными, натуралистичными. То, я не знаю, на это нужно потратить, наверное, всю жизнь. Ну, что вы всю жизнь будете сидеть перед компьютером, перед монитором, чтобы добиться того, что вы можете сделать и на пленке. Вы сняли на пленке. Попадите в экспозицию, попадите в фокус, выстроите кадр. Это все, что от вас требуется. Все. Оставьте все эти разукрашки прочими вот этими всем девочкам, мальчикам, бегающими с телефончиками, с фотоаппаратиками, снимающими там все вокруг по 3000 кадров в день. Вот оставьте их. Оставьте, это не ваше. Попробуйте сделать что-то действительно качественное. Вы можете не сделать какой-то шедевр, но сделайте его обалденным с точки зрения кинографического возможности. Сделайте его в тех цветах невероятных, которые вы видели. Передайте хотя бы это. Попробуйте пленку. Попробуйте хотя бы для начала средний формат. Да, я понимаю, что крупный формат 9х12, 4х5 и большая уже сложность снимать именно с точки зрения материала. Материал сложно достать. 4х5 дюймов, негатив, цветной. Действительно сложно доставать. Вот, фактически его почти нет. Поэтому, да, я снимаю сейчас на пленку, на 120-ю пленку. Кадр 1х3. Но я снимаю также не потому, что там нет 4х5 пленки. Нет. Мне нравится вот эта вытянутая, вот эта киношная эстетика. Вот этот формат больше киноэкрана. Он больше погружает. То есть подходишь к такой панораме и ты прямо погружаешься, прямо залетаешь туда. Первый раз я увидел такие панорамные кадры где-то лет 25 назад на какой-то выставке. Это был календарь. Это был календарь какой-то нефтегазовой компании. Это были тоже пейзажи. Шикарно. Пейзаж, конечно, меня это поразило. Я думаю, а какую камера я вообще так сделала? Почему такой странный формат? Неужели там взят большой формат и обрезан? Нет. Это именно вот такой длинный формат. Очень интересный. Недавно, пару лет назад выходил в прошлом году или позапрошлом. Я встал сюда, покажу вам. Календарь Гео. Календарь Гео, снятый именно в панорамах. Тоже очень здорово, очень классно. Невероятно. То есть другое восприятие, другая эстетика. Это нравится. То есть это действительно очень сильно передает пространство. Сильно передает весь простор. Именно весь воздух. Детали, объекты. Поэтому панорама, это интересно. И я буду этим заниматься, я надеюсь, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, а новая коллекция Плеса уже на моем сайте. Заходите в hitart.com, hitartstudio.com. Заходите в раздел коллекции. Смотрите, заказывайте, пишите свои вопросы. Надеюсь, было интересно. Ну и пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok